МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Крыша для наркоманов. В полиции ликвидирован наркопритон, организованный 52-летней местной жительницей. Подлог жительницы Левашинского района решила кардинально изменить свою возрасть. Сотрудниками полиции задержана женщина, подозреваемая в организации наркопритона. 52-летняя жительница Махачкалы в своей квартире содержала притон для систематического употребления наркотиков. В момент проведения оперативных мероприятий на месте с поличным были задержаны 3 наркопотребительницы, которые неоднократно пользовались гостеприимством хозяйки. В помещении также нашли марихуану и наркотические заготовки. А в Кизлярском районе 33-летний мужчина собирал, а после сушил кусты конопли и хранил растения в стеклянных банках у себя дома. Свою вину мужчина признал, так как доказательства были очевидны. По его словам, запасенное зелье он планировал употреблять самостоятельно в течение зимы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. А в Левашинском районе женщина завысила свой возраст на 11 лет. Таким образом, она решила раньше получать пенсию. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы и ее пособников, должностных лиц из числа сотрудников местного отделения пенсионного фонда и управления миграционной службы. 48-летняя жительница села Урма сделала подложный паспорт, а также обзавелась трудовой книжкой сложными сведениями о том, что работала в колхозе. Женщина получила незаконные выплаты в размере 157 тысяч рублей. Генпрокуратура завершила проверку в колонии, откуда бежали 6 заключенных. Был обнаружен ряд нарушений, в том числе законодательства, об оперативно-розыскной деятельности, связанных с непринятием надлежащих мер по выявлению и предупреждению готовящегося преступления. Заместитель генпрокурора России внес представление директоров Федеральной службы исполнения наказаний с требованием устранить выявленные нарушения. Напомним, побег заключенных через прорытый туннель был совершен 22 сентября. Спустя неделю всех шестерых беглецов задержали на территории Калмыкии. В отношении должностного лица исправительного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Сегодня в Дагестане стартовала всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020». 16 по 22 октября бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит в пяти городах Дагестана. Хасаверте, Дербенте, Буйнагске, Каспийске, Махачкале. Тестирование занимает всего 15 минут. Наличие вируса определяется по сулени, а значит при своей высокой информативности тест неинвазивный и требует прокола кожи и взятия крови. А пока пациент ожидает результаты теста, специалисты Республиканского центра инфекционных болезней проводят с пациентом профилактические беседы. Акция проводится по всей стране уже не первый год. Пожилых граждан, проживающих в доме-интернате для престарелых инвалидов, ветеран в Махачкале посетили врачи-стоматологи Республиканской стоматологической поликлиники имени Максудова. Медики обслужили 10 пациентов, в котором провели хирургические процедуры и подготовили их к протезированию. Отметим, что подобные благотворительные акции для подопечных дома-интерната для престарелых ветеран проводятся на постоянной основе с выездом в это учреждение. Духовный центр имени пророка Исы стал поистине народной стройкой. Этот масштабный комплекс стал своеобразной визитной карточкой Республики. По словам муфтия Республики, шейха Ахмада Афанди, спонсором его строительства является сам народ. Активное участие в его возведении принимают и жители Хивского района. Более 70 человек на протяжении двух дней участвовали в строительных работах. Председатель муфтията Республики Шамиль Алиханов посетил духовный центр и принял участие в маджлисе Хивского района. Говорили об истории строительства комплекса, о его масштабах, особенностях и о том, что в скором времени центр откроет свои двери для дагестанцев, став достоянием Республики. Форум, посвященный памяти шейха Мухаммада Яракского, прошел в селе Маграмкент. В нем приняли участие представители муфтията, районные администрации, общественные и научные деятели, делегации со всех районов Южного Дагестана. Организаторы и участники форума обсудили историческое и духовное наследие Яракского, воспитание современной молодежи. Кроме того, на мероприятиях была организована выставка народных промыслов, звучали нашиды, накрыт обеденный стол. В завершении форума гостям были вручены благодарственные письма и подарки. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова